Всем привет, ребятки! Сегодня вас ждет самый интересный обзор на моем канале. Я вам сегодня покажу самый просто прокачанный аккаунт на проекте Амазинг Онлайн. То есть, лучший аккаунт вы еще реально не видели. То есть, здесь очень много всего интересного, поэтому я вам советую смотреть видео от начала до конца. Вы будете реально в шоке, такого вы нигде и никого не видели. Поэтому, ребятки, от вас хочется увидеть максимальную просто активность. Я вас спрошу, от каждого, кто посмотрел этот ролик, просто поставьте лайк. Давайте постараемся набрать на этом ролике 300 лайков, потому что это самый такой масштабный, интересный ролик в плане аккаунтов. Я думаю, здесь должна быть очень хорошая активность, поэтому не ленитесь, поставьте лайк. Ну и кто не подписан, подпишитесь на канал. Ну и конец уже, не забывайте вводить мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня. За него получите очень приятные бонусы. Вся информация есть в описании под видео. Также напоминаю о том, что передача аккаунта запрещена. Я делаю это в плане контента, поэтому подобным не занимайтесь, потому что вы получите бан. Ну что ж, ребят, как вы поняли, сегодня будет обзор самого прокачанного аккаунта на проекте AmazinHalline. То есть, это без какого-либо привлечения. Вы сами во всем убедитесь. То есть, это самый прокачанный аккаунт, который есть на проекте. Я думаю, лучше этого аккаунта нет ни у кого. Поэтому, советую вам посмотреть видео от начала до конца. И покажите на этом ролике хорошую активность. Также, если вам более интересно узнать данного человека, я оставлю ссылку на его канал в описании под этим видео. Я вам советую зайти на его канал, посмотреть. Сам на него давно подписан, поэтому реально вам советую. То есть, каналчик реально интересный. Ну что ж, ребята, давайте по традиции начнем со скиллов. Здесь они просто максимально интересные. То есть, у него прокачан максимальный скилл таксиста, механика, фрезеровщика, уборщика улиц, угонщика, повара, рыбак 12 скилл, донор спермы 383, донор крови 165, дальнобойщик 84, развозчик товаров 25, рудаков 18, лесоруб 14. Одним, ребятки, словом, то есть, скиллы просто очень сильно прокачаны. И сейчас он качает себе скилл разбойщика. То есть, у Максима цель прокачать все просто скиллы на максимум. Это реально жестко, поэтому я ему желаю в этой задаче только удачи. Ну что ж, ребятки, я давайте вам покажу навыки. То есть, здесь просто все прокачано, кроме одного улучшения. То есть, это у нас менять номера в ЕБДД. То есть, он уже копит эти списочки. Как вы видите, у него 700 списочков. Ему осталось, ну, буквально еще половина, можно сказать. Но так, где вы видели, чтобы вот так вот все было жестко вкачано? То есть, не вкачано всего лишь одно улучшение, понимаете? А все остальное вкачано. Это прям очень жестко. Я такое вижу в первый раз. И я думаю, это реально достойно уважения. Итак, ребятки, по поводу призов. Здесь у него есть гидравлика, которая стоит 100 миллионов. Нитро, которая стоит тоже 100 миллионов. Ну и первые ЧП. То есть, у него там 90 аксессуаров. Вот еще здесь транспорта сколько просто. Смотрите. Логанов 35 штук. Фиатов 25. Nissan GTI R. Две штуки. Lada Priora две штуки. Toyota Supra 82 штуки. То есть, у него здесь машин просто тоже очень много интересных. То есть, у него 124 транспорта в призах, понимаете? То есть, да, тут машины им прям заряжены. Но, я думаю, если все продать, возможно, где-то соточка лямов и получится. То есть, реально у него очень довольно-таки много машин. По поводу статистики. Уровень у него 137. То есть, это прям жестко. Это прям очень жестко. Сим-карта 5 двоек. Наличные 10 миллионов. Денег банки лям 100. Номер аккаунта 238 тысяч. То есть, да, это не прям старый аккаунт. По факту. Может, он там переводился куда-то, либо еще что-то. Но, как бы, и не новый аккаунт. То есть, 238 тысяч. У него номер аккаунта. Сейчас вы, ребятки, просто обалдеете. Ну, вы реально потеряете, наверное, сознание. Потому что на этом аккаунте почти 100 автомобилей. Я не знаю, как я буду их показывать. То есть, мы реально открываем таб. И вот, мы просто смотрим. То есть, я просто листаю, листаю, листаю. И это просто бесконечно. Это 100 автомобилей, ребята. Вы представляете? 100 просто автомобилей. И здесь необычные какие-то машины, знаете, хреновые. Здесь все машины почти на рамках. На полублатах. На фулблатах, там, и так далее. То есть, у него автопарк. Я не знаю, на какую сумму. Я уже до сих пор кати кручу. Вот, как бы, конец. То есть, у него стоит купить слот. Точнее, 2625 доната. У него есть 95 слотов. То есть, в общем, у него 100 слотов под машины. А машины, я так понял, у него 98. 98 машин, ребята. Вы просто в это вдумайтесь. Ребята, я не буду вам, скорее всего, показывать все автомобили. Потому что, это будет очень долго. Видос затянется, я думаю, реально на час. Если я буду показывать каждый транспорт. Я вам постараюсь показать самые просто интересные автомобили. То есть, ихнюю стоимость, я думаю, мы даже не посчитаем. Потому что, ну, там разный тюнинг. То есть, разные номера. Но мне кажется, у него автопарк где-то минимум на миллиардов 10. Потому что, за моей спиной стоит Mercedes AVTR. Который стоит бешеных просто денег. Я не понимаю, за что такие деньги. Да, я понимаю, что он там уникальный. То есть, давайте посмотрим ПТС. То есть, здесь у нас есть нитро, гидравлика, аудиосистемы, стробоскопа, кстати, нету. То есть, один воделец. Гостойимость 4 миллиона. Ага, у нас гидравлика вообще не передвигается. Я понял. То есть, если гидравлика опущена, то вы на ней вообще не сможете передвигаться. То есть, прикольное, необычное. В любом случае, я понимаю, что это эксклюзив. То есть, это самая, самая, самая редкая машина на проекте. И самая дорогая. Дороже этой машины и реже вы не найдете. То есть, это прям, прям самая дорогая машина на проекте. В любой комплектации, даже если она будет стоковая, она будет стоить там минимум 5 миллиардов. То есть, мне рассказывали то, что пацанчику предлагали 8 миллиардов за такой автомобиль. Он его не продал. Просто 8 миллиардов. Вы вдумайтесь в эти цифры. За 8 миллиардов можно купить топовый бизнес. А здесь просто стоит автомобиль, понимаете? Просто автомобиль. Следующий, ребятки, автомобиль это Lada Priora. Да, я не сказал бы, что это там редкая машина. Но это как бы машина, которая у Максима постоянно светилась как бы в роликах. И поэтому я решил вам ее показать. То есть, вот такая вот заряженная Priora на страбах. То есть, здесь у нас есть ядравлика, нитро, страбоскопа, аудиосистема. Нету пневмы, неона, дрифт дыма. А так, в принципе, как бы много что есть. Такое самое главное здесь как бы есть. Номера Мурмуль. Это название его канала, если что. Ну, такая вот Priora, заряженная, в принципе. Просто пацанская, можно покататься, посуетить там и так далее. Вот, ребятки, тоже довольно-таки редкий автомобиль. То есть, это Quattro. Тоже, наверное, редкая. Здесь первый чип, нитро. То есть, в принципе, комплектация прям не очень большая. Точнее, не очень хорошая. Бак здесь 200 литров, до бак 100 литров. То есть, один владелец. Я так понимаю, что у него, наверное, на всех машинах один владелец. Но эта Quattro едет очень бодро. То есть, у него там хорошая максималочка. Большой у него бак. Тачка тоже очень редкая. Ее сейчас вообще очень сложно найти, купить там и так далее. То есть, они куда-то просто пропали. Поэтому, это считается за довольно-таки редкий автомобиль. Также, в его автопарке есть просто, знаете, топовая тачка для дрифта. Это Flanker F. Которую все сейчас хотят. Потому что наебовая для дрифта. То есть, такой автомобиль в стоке может стоить там тоже около миллиарда. То есть, это считается сейчас одной из топовых машин для дрифта. На которой вы можете зарабатывать и самые кейсы. По комплектации здесь первый чип стоит. Клиренс, как бы и все. То есть, один владелец пробег тысячу километров. Понимаете? То есть, по факту, это просто капсула, знаете. Ну, тысячу пробега. Ну, вы сами понимаете, то что у Максима много машин. И на всех он ездить не может. Поэтому, это просто, понимаете, капсула времени. Тысячу пробега. Просто новая машина. Следующий автомобиль это у нас BMW M5 E34. Тоже довольно-таки редкий автомобиль. Который сейчас ценится. Которых мало. И который сложно приобрести. По ПТСу здесь у нас первый чип. Нитро. Клиренс. Как бы простая комплектация. Но, сама по себе, тачка редкая. И стоит реально приличных денег. То есть, я даже не знаю, где ее сейчас можно найти. Ее там ни на ивенты не добавлять. Никуда. Следующий автомобиль это у нас Tesla Play. Тоже довольно-таки редкий вариантик. Потому, что тачка раньше была в наборе. Сейчас их как бы убрали. И такой автомобиль тоже стоит там приличных денег. То есть, найти такую машину тоже довольно-таки сложно. Если ее купить там фул зеленую. То это будет стоить там 500-700 миллионов. Комплектация здесь тоже обычная. Просто клиренс. Антирадар. Сигнализация. И баг. К сожалению, как бы она сейчас разряжена. Поэтому на ней поездить не сможем. Ну и, конечно же, один владелец. Заход с цена 45 миллионов. Также у Максима имеется Бенкли Ультра Танк. И не один, кстати. У него их, по-моему, два. Если, наверное, не больше. То есть, я увидел два. Здесь у нас третий чип. Аудиосистема. Нитро. Градиент. И, скорее всего, с видобак. И вот, получается, есть еще один. То есть, у него два их. То есть, да. У него две штуки. Два Ультра Танка, понимаете? У меня ни одного нету. У Максима их два. Что по ПТ-сику? Давайте посмотрим. Первый чип. Нитро. Ну, как бы, тоже неплохо. Следующий автомобиль тоже довольно-таки редкий. Он был в наборе. Это Мерседес EQS. По-моему, что-то так он называется. Здесь у нас первый чип. Антирадар, сигнализация и клиренс. То есть, ну, обычная комплектация. Без каких-либо приколов. То есть, тачка сейчас тоже очень, как бы, редкая. На нее, по-моему, даже вес есть. Но ее купить, честно, я даже не знаю. Я их очень давно не видел в продаже. То есть, тачка мне не особо нравится. Но я понимаю, что это редкий экземпляр. Следующий автомобиль тоже довольно-таки редкий. Тоже имба для дрифта. Многие сейчас его тоже используют для дрифта. Ее также сложно найти. Хотя эти тачки раньше сливали там по 15 миллионов. И никто их не покупал, понимаете? А сейчас вот такие вот Ford Mustang'и. Хуникорны. Они стоят просто там от 100 миллионов. Даже стоковые, понимаете? Их тоже было очень много, а сейчас их вообще нету. Их просто не продают. То есть, тачка, имба тоже для дрифта. Многие на них дрифтят. То есть, видите, есть Nitro здесь. И однотонный неон, который идет, вроде бы, с этого, с набора. Следующий автомобиль это BMW M3 Touring. Тоже сейчас очень дорогой автомобиль. То есть, там, фолл-зелень стоит, по-моему, около миллиарда. Хотя их тоже раньше было очень много. Здесь у нас есть Nitro. Клиренс, там, первый чип. Развал. Антирадар, финализация. То есть, ну, по факту, только Nitro есть. Но, в любом случае, такие машины стоят сейчас дорого. Они очень ценятся после фикса. Вышел фикс данного автомобиля в последнем обновлении. И сейчас она едет очень бодро. То есть, сейчас на нее ценник вырос очень сильно. Мне, честно, она как-то не сильно нравилась. Но я вот недавно на ней покатался. То есть, реально прикольная. Возможно, если ее добавить там какой-то на ивент, я бы себе, наверное, тоже такую забрал бы. Ну, что ж, ребятки. Я вам показал часть автомобилей. То есть, я не буду все показывать. Потому что, я думаю, понимаете, это будет очень и очень долго. То есть, вы можете сами вот, не знаю, там, на паузу поставить, посмотреть. То есть, ну, здесь реально очень много машин. Ну, 98 машин, ребята. Ну, сами вдумайтесь. То есть, вы сами понимаете то, что здесь автопарк, ну, необычный. То есть, здесь не дешевые машины. Здесь реально все машины заряжены. На номерах, на рамках, на тюнинге. Понятно, что не все машины на тюнинге. Там есть какие-то стоковые. Но, в любом случае, мне кажется, данный автопарк, если так посчитать, каждый автомобиль, ну, это будет где-то 10 миллиардов. То есть, если взять в учет все автомобили, то есть, редкие. Даже редкие автомобили уже на большую сумму получаются. Если просто собрать все автомобили, я думаю, ну, ценник реально будет очень крепкий. То есть, здесь 10 миллиардов, я думаю, в любом случае, здесь будет. Ну, что ж, ребятки, конечно же, на этом аккаунте есть бизнес. Как же без этого? Тем более, Максимка играет уже очень давно. И, конечно же, у него имеется довольно-таки интересный бизнес, которому он владеет, наверное, уже 3 или 4 года. То есть, это магазин одежды Батырева. Получается, давайте посмотрим. То есть, финансовая статистика данного бизнеса. То есть, прибыль за сегодня практически 7 миллионов. Я считаю, это очень даже неплохо. То есть, вот владелец Максима Коннор. Стоимость 5 миллионов. И нажимаем, самое интересное, это финансовая статистика за 30 дней. То есть, посмотреть. И здесь мы видим вот ту самую финночку. То есть, сегодня, походу, у него прям очень сильно стрельнуло, потому что X2 тень, X2 донаты, скорее всего, люди как бы закупаются. Но так, в целом, мы можем посмотреть, что финка вот 2 миллиона, 3 миллиона, лям. А тем временем, у меня вообще сервак просто лёг. Попытка подключения, да? Спасибо. Спасибо большое. Короче, ребятки, вот самый бизнес. То есть, финночку давайте я вам ещё раз покажу. Для тех, кто не понял. То есть, ну, если так посмотреть, средняя финка здесь 2 миллиона. То есть, вот 2 ляма, вот 2 ляма, тут 3 ляма. То есть, ну, средняя финка 2 миллиона. Я считаю то, что это реально неплохо. То есть, магазин одежды, это не такой прям, знаете, популярный бизнес. В основном, как бы покупают скины на рынке, у игроков там и так далее. Поэтому, именно магазин одежды сейчас спросом пользуется не прям огромным. Если бы не было бы, допустим, там рынка, то, возможно, да, здесь финка была бы большая. А так, из-за рынка, из-за того, что все там продают всякие скины, здесь финка не очень прям огромная. Ну, я считаю, в любом случае, бизнес хороший, ну, миллиардик, 2 миллиардика, он в любом случае стоит. Ну, реально нормально. Реально прям хорошо. Ну, что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. То есть, это реально самый, наверное, богатый игрок, самый прокачанный на проекте, который может только быть. Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но, сами понимаете, 98 машин заряженных, интересных, эксклюзивных. Плюс еще бизнес, плюс симка, там, дом и так далее. То есть, реально, аккаунт очень заряженный, прокачанный. И есть, реально, на что посмотреть. Поэтому, от вас хочу видеть максимальную активность. Давайте, реально, постараемся на этом ролике набрать 300 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. То есть, это реально, наверное, биг босс просто. Наши рубрики. Потому что я уже делал много обзоров. Но этот аккаунт самый просто жирный, самый прокачанный. И, я думаю, самый интересный. Я думаю, здесь само никто не поспорит. Поэтому, хочется реально видеть от вас очень хорошую активность. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Также, не забывайте подписываться на Максима, на владельца данного аккаунта. Я думаю, будет приятно. Ссылочка на мой канал будет в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok